Всем привет, друзья! Вы на канале с техникой по жизни. Сегодня у меня на ремонте пила Husqvarna 41. Ну, можно сказать, практически то же самое. 137, 142. Какие отличия? Вот с виду, с первого взгляда бросаются в глаза. Это стартер более угловатый. Крышка верхняя угловатая тоже. Так, с этой стороны у нас идет крышка. Она закрывает саму рукоять. В 137 модели здесь рукоять. Вот здесь она проходит, видна крышка покороче. И рукоять здесь алюминиевая. Ну, и поступила она ко мне с жалобой, что продал им человек, этим людям, который занимается ремонтами всей этой садовой техники. Не знаю, может, у нее в загашнике где лежало. Поначалу вроде что что-то там работало, ему отвезли, он что-то подкрутил, вроде опять работает. А ребята говорят, так ощущение, что не хватает ей давиться она. Ну, понятное дело, сейчас будем смотреть, если это типичная проблема 137-х, 142-х бензопил. И возможно ли, что и здесь такая же беда. Конкретно заводской, так можно сказать, брак. Так, крутим сейчас три болта, снимем капот. Я сегодня прямо с работы и в гараж отдал кое-какие там запчасти. Немножко я уже почти собрал лава. И вот сегодня мне предстоит подремонтировать эту пилу. А может мы попробуем ее сейчас запустить? Может она и заводится. Так. Стоп туда. Судя по всему, компрессия есть, но заводиться она и близко не хочет. Ладно, сейчас буду потихонечку разбирать и смотреть, есть ли еще отличия. Вот бензопил в серии 137-142, 136. Не знаю, вот 141-я была. Что-то я здесь фильтра-то воздушного не вижу. И куда же он делся? Интересно. Это вот штука уже подающая воздух. Такого синего цвета. Но это 100% оригинальное. Потому что видно, вот это вот значки вот такие. Ладно. Надо проверить искру. А, да. Какого она года-то? Рождение. Так, ну то, что видно, что сделано в Америке, это видно. Какого года? Но потом, если посмотрю, найду, то я вам скажу. В процессе разбора мы видим, что уже подпалена здесь крышка. Почему сейчас на современных, наверное, 130-х, 135-х эти крышки идут уже металлические. А вот для того, что если кто-то погазует на тормозе, крышка металлическая не плавится. Так, сцепление. Вроде нормальное. Марабан. Не синий. Развездочка тоже, видимо, недавно ставилась. Скорее всего, китайская. Почему нет фильтра? Где я его буду искать? Так. И, по-моему, ну да. Сейчас буду дальше смотреть, разбирать, показывать. Карбератур не оригинальный. Не оригинальный. Так. Ну, с особо интересного. Ничего нет. Вот такая крошечка здесь стоит. Направляющая потоки. Все под замасляем. Видимо, сюда не лазит. Но вот это... Так. Люфта вроде нет. Гайка вот другая. Вот такая вот. А это для того, чтобы... Сильного люфта не было самого стартера. Эта втулка заходит вот сюда. И у нас сам зацепной механизм не болтает. Так. Что здесь еще другого? Вот это масло все. Это вот отсюда. Заливать надо аккуратно. А не так, что весь мотор. А потом все будет в масле. И поршневая будет перегреваться. Поплата. Встает момент истины. Карбюратор, как я уже говорил, здесь вот такой. Подождите, что это написано? Анаба. Чуть ли не Анаба. Ну, а так по устройству все то же самое. Сейчас двумя руками удобнее будет это все делать. Сейчас посмотрим, там импульсный шланг целый или нет. Все так это делается здесь. Компактно, блин. Стоит. Клему сниму. Чтобы не повредить, когда буду снимать этот коллектор. Так. Ага. Как интересно. Так, вот смотрите. Надеюсь, видно. Вот так все и было. Вы видите импульсный шланг? Я вижу сейчас его достану и покажу вам. Так, он. Вот здесь. И вот. Вот такой он. Не знаю, оригинальный нет. И на мягкое, думаю, что оригинальный. Видимо, вот такие. Сейчас на более 37-х, 42-х стоят зеленые шланги, оригинальные. Тут смотрю еще желтенький. Ну и что? Видно, что его здесь уже давно не было. Вопрос у меня возникает к человеку, который вроде бы должен знать болезни этих бензопил, которые занимаются ремонтировать. Почему он не посмотрел сюда? Может, карбюратор-то поменяли из-за того, что импульсник не работал. Нифига. Ладно, сейчас я обдуваю. Подбираем шланг. В принципе, они у меня есть. Нужной длины отрезаем, ставим на место. И будем пробовать. Ну, значит, карбюратор глянет. Блин, а где фильтр воздушный искать? Не знаю, что я придумаю. Душитель снимать не буду, потому что я даже отсюда вижу, что состояние цилиндр поршневой группы хорошее. Даже хоть немножко кольцо видно, но видно, что оно подвижное. Оно хоть немножко сюда уходит, но видно, что оно двигается. И стенку ту дальнюю тоже прекрасно видно. А люфтов, как ни странно, нет. Фила довольно-таки старая. Ну, так видно, что оно сильно не убитое, видимо. Видимо, когда начал этот импульсник барахлить, и перестали ей работать. А потом кому-то, вот этому мастеру продали, видимо. А он уже перед продал. Поменял, видимо, карбюратор. Ну, это мои предположения. Особого эффекта это ничего не дало. Может быть, сказал этим людям, которым продал, что нафиг, я не знаю, что с ней. Ладно. Мои домыслы. Занимаюсь прочисткой. К карбюратору видно, что новый, но при этом без воздушного фильтра. Пылью забился. Это сейчас надо будет искать воздушный фильтр. Не показываю, как я ставлю на место этот коллектор с патрубком, потому что я уже много раз показывал других роликов. Пил таких по-моему, у меня было. Вся проблема заключается в том, что патрубок импульсного канала с патрубком коллектора просто в притирку стоят. И тот, который слабее конкретно патрубок импульса, он перетирается и пополам лопается. Из-за чего происходит отказ бензонасоса, так как он не качает. И у нас пила не заводится. Торопился я все собрать. Шланг. Он там в самом начале торчит. Витер вообще плавает. Сейчас, короче, надо мне шланг поменять, а для этого надо карбюратор снять. Поставил тут шланг. Ой, шланг-то я поставил черный. Единственное, что не будет видно, добавляется он бензином или нет. Сейчас буду пробовать. В заводине, в общем-то, она завелась. Но, блин. И будет работать. Так, у меня просто глаз выскакивает от вибраций. Сейчас я поставлю. Корпус воздушного фильтра. Но иногда отрегулирует карбюратор. Я его сейчас полностью закручивал по полтора оборота, сделал. Потому что его очень интенсивно крутили, когда она не хотела и работать хорошо, и заводиться. Понятное дело, люди сразу поменяли карбюратор. Ну, может, не сразу. Может, с какой-то попытки, не знаю. Почему-то фильтр воздушный забыли поставить. Проблема всего лишь была... В фланге импульсного канала, который не давал нам наполнять бензином, потому что не было толчков. Толчков в двигателе. То есть, в двигателе. Движение поршня вниз-вверх. Создается разряжение. И через этот канал приводится в работу топливный насос. Так, надеемся, найти-то воздушный фильтр. Компрессия хорошая, хотя и столько лет ей. Понятное дело. They're stuck. They're stuck. They're stuck. не нашел я такого наводы мне еще интересно понравилось вот эта резинка так сделано чтобы ручка не касалась корпуса так ладно сюда соберу попробуйте момент интересно думает крышку не одевается такой вот стопорубчик мне для ролика над видим показать все будет работать еще немножко подрегулировал все хорошо работает приятный запах интересная сегодня я не интересно рассказываю потому что голодный сейчас время на часов 10 она сейчас убьет ладно сейчас не об этом такая вот пила мне сегодня на ремонте попалась один мастер продал людям а видимо может подарок может за копейки такая досталась думал сделает продаст старая моделька 41 husqvarna но видимо что-то он недопонимает в этих инструмент всего лишь опять импульсный шланг был порванный эта модель более ранее у них уже идут более современные 137 42 который уже тоже не производится и у них такая же бела беда с этими импульсными каналами и в общем что хочу сказать вот они поменяли крышку тут более гладенько сделали пластиковую ручку что-то усовершенствовали а вот причину основной поломки этой бензопилы они не исправили это хорошо что в большинстве случаев да хотя мне даже не встречалась это импульсный клан канал на рвется шланг но это не приводит к серьезным последствиям с поршневой в общем отказывает и не дает двигатель долго работать на бедной смеси такой вот ролик интересная пилочка конечно хотел бы себе такую солить ее что все у нее работает насос работает хорошее состояние не нравится всем пока спасибо за просмотр